Друзья, я рад вас приветствовать на канале Мехот. Сегодня мы вместе с вами приехали в автосалон Чанган к официальному дилеру, чтобы посмотреть новинку, а точнее Ливбэк Юниви. Он появился в продаже, машин немного, но они есть. Но прежде чем мы начнем обзор Ливбэка, хотел бы вас попросить подписаться на мою группу в телеграм-канале. Группа посвящена продаже и покупке автомобилей в Краснодаре, Краснодарском крае. Если вы из Краснодара или из Краснодарского края, подписывайтесь, заходите, все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем обзор на Юниви. Выглядит просто шикарно, особенно ему к лицу вот эти черные легкосплавные колесные диски на 18. Сзади здесь подвеска независимая, много рычажка на пружинах. Спереди стоит подвеска типа Макферсон. Под капотом расположился бензиновый турбированный четырехцилиндровый рядный двигатель. Объемом полтора литра, мощностью 181 лошадиная сила. Работает в паре семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач. Тип привода передний. Оптика на автомобиле светодиодная. В бампере в переднем видим датчики парковки. Также здесь есть радар. В машине есть система адаптивного круиз-контроля. Система экстренного торможения перед препятствием. Система удержания в полосе движения. В нижней части спортивный обвес, выполненный из пластика под карбон. Также пороги, выполненные из пластика под карбон. Вот так вот машина выглядит сзади. Здесь светодиодные фонари. Линия растянулась по всей крышке багажника. Раздвоенный выхлоп спортивный. Датчики парковки. Есть камера сзади. Да и вообще в этом автомобиле есть система кругового обзора 360 градусов. Кнопка пятой двери расположилась под эмблемой. Открываем. Пятая дверь с электроприводом. Вот так вот устроено багажное отделение. Здесь видим знак аварийной остановки. Спинки второго ряда сидений складываются по формуле 60 на 40. Плафон освещения с левой стороны. Запасное колесо, то есть докатка. Комплект инструментов. Розетки на 12 вольт в багажном отделении нет. Нажимаем. И пятая дверь у нас закрывается. Вот так у нас устроена дверная карта второго ряда. Здесь комбинированная отделка. Верхняя часть отделана винилом. Здесь ставка из пластика под карбон. Ставка из черного глянцевого пластика. Ручка, кстати, тоже пластиковая. Ниже эко-кожа. Электростыкоподъемник. Динамика аудиосистемы. Органайзер. Отделка пластиком. Обстановка на втором ряду. Сидения отделаны эко-кожей. Есть префорация. Подстаканники. Три подголовника. В спинках кармашки. В задней части переднего подлокотника два дефлектора климатической системы. Климат однозонный. USB разъем. Крыша панорамная. Вот так она выглядит сверху. Полностью стекло. Здесь у нас вставка из металла. Кресло переднего пассажира регулируется за счет электроприводов. Центральная консоль парящая. В нижней части подставка для телефонов либо для другого инвентаря. Розетка на 12 вольт. Дальше USB разъем. И слот для карты памяти. Вот так у нас выглядит рабочее место в автомобиле Chang'an Univy. Здесь мы видим скошенный руль в верхней части. Скошенный руль в нижней части. Отделан руль кожей. Здесь управление круиз-контрольным. Круиз-контроль адаптивный. Управление мультимедийной системой. Есть подрулевые лепестки переключения передач. Коробка роботизированная. Семиступенчатая. Работает в паре с бензиновым полтора литровым двигателем. Мощностью 181 лошадиная сила. Тип привода передний. Рулевая колонка регулируется. Механический по углу наклона и вылету. Кнопка старт-стоп. Включаем зажигание. Видим цифровой щиток приборов. Слева он немножко загнут. Справа немножко загнут. В общем цифровой щиток приборов состоит из трех частей. Слева центральная часть. И справа. Проекционное лобовое стекло у нас нет. Верхняя часть проприза отделана мягким шумопоглощающим винилом. Экран мультимедийной системы. Здесь отображается картинка кругового обзора. 306 градусов. Также здесь есть навигация. Посмотрим круговой обзор. Камера спереди. Камера сзади. Камера получается слева. Камера справа. И также у нас есть совместно камера слева и камера справа. Включаем 3D режим. Смотрим ситуацию вокруг автомобиля. Все довольно-таки отзывчиво работает. Плюс в автомобиле есть голосовый помощник. Привет, Чинган. Привет. Чему могу помочь? Закрой окна. Так, не распознал. Привет, Чинган. Слушаю вас. Закрой окна. Закрытие всех окон. Смотрите. Сказал и все окна закрываются. Привет, Чинган. Hello. Открой окна. Включение всех окон. Климат однозонный. Ниже расположилась беспроводная зарядка для телефонов. Селектор АКПП. Подстаканники. Здесь мы видим шайбу выбора стилей езды. Режимов 3. Экономичный, комфортный и спортивный. Электромеханический ручник. Система автохолд. Верхняя часть подлокотника отделана эко-кожей. Кожа также есть вставка в парпризе. Вот так вот выглядит ниша подлокотника. Здесь мы видим ключи от автомобиля. Крышка печаточного ящика. С микролифтом. Жилет. Руководство по эксплуатации. В общем, все необходимые документации. Обращу ваше внимание, что автомобиль приехал к нам из Арабских Эмиратов. На зеркалах видим арабскую вязь. По этой причине в машине отсутствуют теплые опции. Не греется сидение. Не греется лобовое стекло. Не греется руль. Зато в сиденьях у нас есть вентиляция. В козырьках пассажира зеркало. Здесь тоже зеркало. Пульт управления. Панорамная крыша. Крыша у нас не поднимается. Просто можем закрыть вот эту шторочку. Нажали, она у нас закрывается. Причем закрывается не назад, а закрывается вперед. Также передвигаем. В машине есть система адаптивного поиск контроля. Система удержания полосы движения. Система экстренного торможения перед препятствием. Не хватает только мониторинга слепых зон сзади. Ну и есть круговой обзор. Также есть система ассистент парковки, которая поможет припарковать вам автомобиль. Сколько стоит этот красавчик? Пойдемте смотреть. Теперь, друзья, что касается стоимости вот этого шикарного лифтбека ЮниВи от компании Чинган. Продается автомобиль за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Ну а как вам лифтбек? Пишите в комментариях. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok